Всем привет! Сейчас будет небольшой эксперимент. Это видео будет немного короче, чем обычные ролики на моем канале. Если такой формат вам нравится больше, чем длинные топы по 10 минут, то обязательно напиши об этом в комментарии, чтобы я знал. Ну а если не нравится, то напишите тоже. Также поддержите ролик лайком. Давайте 150 лайков и я делаю новый ролик. Всем спасибо, кто включил это видео и приятного вам просмотра. Пятое место. Ари Фурета. Сильнейший ремесленник в мире. Аниме про 17-летнего школьника Атаку и его класс. В один прекрасный момент их переносит в другой мир и сообщает, что они теперь герои и имеют свои способности. Любой бы Атаку очень бы обрадовался, да вот только у нашего героя оказалась самая незрачная способность из всех. Он думал уже, что даже в другом мире он будет самым обычным и ничем не примечательным. Да вот только все меняет один момент в подземелье. А вот какой узнаете только посмотрев. Мне аниме очень понравилось и в какой-то момент я даже был рад, что не смотрел его по мере выхода, а уже посмотрел, когда вышли все серии. Четвертое место. Печать ветра. Это аниме уже появлялось в моих топах, но все же. В нем есть клан огня. Очень могущественный и влиятельный. Все его члены невероятные маги, за исключением нашего героя. Он не в силах был освоить магию огня и был изгнан с позором. Однако вот загвоздка. Спустя 4 года он возвращается в родной город, овладевший магией ветра невероятно хорошо. И в это же время происходит убийство членов клана огня каким-то магом ветра. Все подозрения, естественно, падают на нашего героя. И теперь ему придется доказывать свою невиновность. Аниме, хоть и 2007 года, нарисовка вполне симпатичная и сюжет тоже весьма захватывающий. Поэтому я рекомендую, кто еще не смотрел, обязательно посмотреть. Третье место. Восхождение героя щита. Да-да, я знаю, что на земле не осталось людей, которые не видели это аниме. Но я не мог его не добавить сюда. Ведь если бы я его не включил, мои комментарии просто взорвались бы от недовольства некоторых личностей. Аниме рассказывает про Наофуми Иватами, которого, как и еще троих человек, призвали в другой мир, чтобы стать героями. Каждому из них было присвоено свое легендарное оружие. Нашему герою досталось самое непопулярное, а именно щит. Поэтому соратников в самом начале найти ему было очень сложно, и все считали его слабейшим из героев. В аниме есть все. Предательство, убийство, несправедливость, заговоры, а также веселье, невероятные истории, приключения и бои. В общем, к просмотру однозначно рекомендовано. Второе место. Дитя чудовище. Это полнометражное аниме, поэтому если у кого-то нет времени смотреть многосерийные тайтлы, этот вариант придется весьма по душе. История о мальчике из Токио, который мудрился попасть в альтернативный мир с антропоморфными существами. Там его берет в ученики по боевым искусствам получеловек-полумедведь, ведь ему необходим преемник, так как сам он один из кандидатов на престол того мира. Он долгое время обучает мальчика боевым искусством, и в итоге он становится участником событий, охвативших оба мира. Очень хорошее аниме, смотрится на одном дыхании, поэтому если еще кто-то не смотрел, обязательно посмотрите. Первое место. Сага о Винленде. Да-да, опять невероятный популярный тайтл, но в этот раз уже именно я захотел сюда его добавить. Так как этот тайтл входит как минимум в топ-3 моих любимых аниме. Главный герой истории – маленький мальчик Торфин, который становится свидетелем убийства своего отца, и который клянется отомстить пирату, который его убил. Из-за этого он присоединяется к его команде, чтобы набраться умений, ведь на данный момент его сил недостаточно для мести. Невероятное аниме, захватывающее дух. 24 серии прилетают на раз-два, и все хочется и хочется новых серий. Рисовка, сюжет, эффектное сражение – это только малые части, за которые нужно смотреть это аниме. Однозначно я рекомендую его к просмотру, хоть и не уверен, что это видео посмотрит хоть один человек, который уже его не видел. Ну а на этом все. Небольшой топ с небольшим описанием. Как вам? Если понравился такой лайтовый формат, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии и поставьте ролику лайк. На самом деле, я бы хотел знать, что лучше вам будет заходить – подобные ролики или же длинные ролики длительностью около 10 минут. Всем спасибо, кто досмотрел, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok